Кубок Вот мне досталось наследство Вот эта уникальная вещь Этот золотой ретон Который приобрел мой отец Во время инспекции Одного из крымских Там этих самых Когда к определенному съезду партии Рыли эти самые И мой отец был в комиссии Он интересовался как геолог Соответственно всеми находками Пытался их спасти, выкупить Но этот ретон он купил у одного из владельцев Каких-то там, не знаю Верене владельцев, коммунистов Или там членов этих самых Который спас его и рассказал его историю Вот как быть нам вот с этими находками Каким образом вы считаете к ним относиться И какая их вообще судьба С точки зрения научного звучания Научной значимости Что бы вы посоветовали Двигаться ли по пути рекламы, выставок Либо наоборот их спрятать Чтобы не дай бог там Ну как например там в России Или где-то еще там Их просто бы не забрали Посчитав их там черной археологией И так далее Дальше В конце концов Вот вы видите журнал Forbes Вот здесь уже идут археологические торги Предметами археологии Это наверное проверенные С точки зрения законности владения И так далее То есть частная археология Она все равно существует Ваше мнение Как сначала вот с такими находками быть И каким образом дальше двигаться Опять же все зависит от того Честен этот находчик или бесчестен Из моей практики здесь Вот в Фернаве могу привести пример Человек интересуется Именно Ну не кладоискательством А именно работой С металлодетектором И интересуется Именно материалами Последних мировых войн И ходит в полису Причем делал он это еще Может быть теперь делает не знаю Но делал он это еще тогда Когда у нас не было принято законодательство Запрещающее Не на территории археологической памяти Ее входить в металлодетектор И вот этот человек Честен одной из фирм Значит это его хобби Он нашел недалеко от Фернаве В лесу Несколько редких римских монет Он не спрятал их Он их принес в музей Они являются его собственностью Они тренируются уже не первый год Постоянной экспозиции Фернавского музея То монета Марка Время Одна из них Второй век нашей эры Найдена в лесу Причем он нам показал точное место Значит С точностью 10 сантиметров Где это было найдено Мы там заложили раскоп даже Потому что непонятно было Как в таком глухом месте в лесу Взялись эти монеты Видно было где он копнул Видно было где эти монеты Найдены мы ничего там такого не нашли Но сам факт интересен Значит он И факт очень показательный в том отношении Что человек понял Что это не относится к области его интересов Он это передал в государственный музей Но в другом случае Где гарантия Что находчик не попытается Вот таким вот способом Легализировать материалы Из своих каких-то Нелегальных Барбарских архивидических раскопок Вот тут Очень трудно найти грань Между Тем Что эта вещь спасена Для науки Случайным находщиком Или же Эта вещь Сознательно Выкопана И потом Выкинута На рынок А вдруг Музей И работник на нее клюнут Ее примут Государственный музей А потом я еще что-нибудь И еще и еще И таким вот путем Мы будем опять же поощрять Именно эту черную археологию Поэтому большинство музеев Очень В Европе Такая ситуация Очень Осторожно смотрят на Даже Подарки Которые они получают Вот такие вот Археологические предметы Другое дело Если эта находка Имеет действительно Реальную какую-то Историю Зафиксированную историю Вот ее кто-то нашел Эту вещь сохранили Она передавалась Из поколения В поколение Из рук В руки В конце концов Она Обрела Какую-то Аттримуцию Ну что ж Она может находиться В частной коллекции Я не думаю Что ее нужно Изъять Из этой частной коллекции Тем более Что На всех всемирных Аукционах Мы видим Что Продаются предметы Археологии Да Во всем мире Продаются предметы Археологии В отдельных странах Законодательки Вообще Запрещают В других странах На всех этих акционах Там масса Есть археологии В разное время Разным путем Попала Но опять же Как эти находки Попали Мне много довелось Работать в Афганистане Я видел Как вернулись В Кабульский музей Находки Из разных стран Европы Они были вывезены Вывезены нелегально В власти Талибана И потом оказывается Что эта вещь Когда-то находилась Там в музее Потом ее где-то Продавали на аукционе То же самое Относится И к другим Странам Положение В Ираке Значит Когда туда были Введены войска Ведь музей был Осознанно Разграблен И были Делались попытки Вывести Эти находки На них Был спрос Кто-то заказал Определенные находки Вот эта вот ситуация Очень трудно Контролируемая И совсем другое дело Когда допустим Найдена Чаша Из Памятника Истории Который В советское время Варварский Был С ровным землей На нем На его месте Построено Несуразное Бетонное здание Которое теперь Не используется И только в наши дни Есть комитет Который вообще Хотелиться Воссоздание Восстановление Этого замка И так далее Вот здесь Опять же Другая ситуация То есть Мы должны рассматривать Каждый конкретный случай По-видимому И Неизбежно То, что Существовали Существуют И будут существовать Частные коллекции В том числе И включающие Археологические предметы Если это коллекция Допустим Она будет Опубликована Если будут Изданы Хорошие каталоги Этой коллекции Тогда она станет Доступна Широкому Кругу Исследователей Я вот С удовольствием Пользуюсь Каталогами Керамики Суанского мира Из Собраний Частных собраний В Кувейте Стекла Арабского Собранного С всего мира Великолепные каталоги Каждый специалист Может найти Какой-то Сравнительный материал Все это Хорошо Находка Это не скрыто Если мы ее спрячем Где-нибудь Если она будет Не будет Нигде выставляться Вот тогда Положение Действительно Она утрачена Для науки И Скорее всего Эту находку Это Постегнет Трагическая Судьба И полная Уничтожение Если она будет Скрыта Я в этой связи Хотел Ваш тезис Как бы Более рельефно Что ли Выразить Вот Если есть Частные Археологические Коллекции То Наверное 99% Собственников Их прячут Но я говорю Про ситуацию В первую очередь Это Россия Украина Ну может быть Даже Польша Может быть Еще какие-то Страны Европы Я так осторожно Ну Венгрия В частности Чехия Я знаю Там сам лично Коллекционеров Которые говорят Ну мы бы не хотели Сейчас Мы хорошо живем И так далее Вот Вы знаете Наш подход Мы считаем Что любой экспонат Во-первых Ну он приобретет Только в ценности Причем во всех Ее составляющих В том числе И в денежной Если экспонат Будет вывешен Публично С другой стороны Если например Этот экспонат Или какой-то другой На него есть криминал То при публичном фильтре При публичном фокусе Внимание Он наверняка Всплывет Вот Вы все-таки За то Чтобы археологические Коллекции Которые находятся В частных руках Чтобы они Все-таки Получили более доступ Для публики Для широкой массы Общественности И научной в частности Я правильно понимаю? Безусловно Потому что Если это Этот предмет Ну Является Достоянием Только какой-то Одной семьи Нескольких Близких Друзей Которые могут Посмотреть И он Нигде не Фарьирует Он не Попал В научный Оборот С ним не могут Познакомиться Специалисты Он уже Много Тратит С другой стороны Эти Частные Коллекции В большинстве Случаев Все-таки Не соответствуют Требованиям Современной Археологии Когда Это не 19 век Когда При Каком-нибудь Дарственном Акте Сажившемся К предмету Коэффицировать Писалось Кто подарил Этот предмет Но Ниоткуда Происходит Этот предмет Вот Тогда важнее Было Кто подарил Вот Это Дар Такого-то Графа Такого-то А это Допустим Передал Санкт-Петюшкевич Граф Кому-то А это Крашевский Передал Музей Археологу Важно Знать Весь Контекст Откуда Происходит Этот предмет Что Было Вместе С ним Найдено Происходит Лето Это Случайная Находка Это Какое-нибудь Жарко Пеношение Это Клад Это Могильник Это Поселение То есть Мы должны Знать Весь Контекст Мы должны Знать Первую Очередь Географию Где В каком Месте Эта Находка Найдена Основа Основ Если же Это Просто Находка Как бы Она Не Была Уникальна Как бы Не Была Красива Она Является Предметом Древнего Искусства По аналогам Мы можем Определить Да Она Это Вещь С Такого Времени Но Массу Массу Закодированной В ней Информации Натеряет Понятно Тогда я Перейду Еще К Очень Важному Аспекту Это Связанное Вот Например С Ценностью Для Общества Предметов Так Называемое Современного Искусства В кавычном Что Это Не Искусство На самом Деле На мой Взгляд Это Они Сами Называют Это Контемпорари Арт То есть Противоположное Искусство На самом Деле Это Предметы Если Говорить Научным Языком Это Предметы Творчества Причем Со Знаком Минус Вот Потому Что Здесь Никакой Эстетики Нету Вот В этих Да И Вот Как Говорить О Ценности Вот Таких Шедевров В кавычках Да И О Ценности Настоящих Предметов Археологии Как Вы Вы же Живете В нашем Ообществе Видите Что Происходит В том Числе Вильности Каким-то Образом Возвысить Ценность Вот Этих Непонятных Предметов Творчества Со Знаком Минус На Фоне Реальных Исторических Предметов Обладающих Всей Категорией Всей Составляющими Ценности Вот Ваше Мнение